Контравальдел Не страшились преград, где не спасет перезапуск, поможет формат, а если не было копии, мы тактику брали иную. По дискетам мы ползали и по частям, собирали останки погибших программ, и шестнадцатиричные дампы вводили вручную. Мы привычно плевали на любой копирайт, нам казались простором даже сто килобайт, мы учили ассемблер, не знавший команд умножения. Распечатки не резали мы на листы, и наши первые вирусы были просты, но мы все-таки были в восторге от их размножения. Мы не боялись, тогда мы были много смелей, ни плохих секторов, ни магнитных полей, и даже сбои по питанию не был источником страха. Нам было все, трын, трава, нам было просто совсем, одним нажатием на кнопку повесить СМ, нам служил ДВК, и нам повиновалась Ямаха. Но перед нами прогресс открывал все пути, и бросив старых друзей, ради новых XT, выжимали, что можно, из ДОСы, из архитектуры. Меняли коды команд, трассировали инты, и засимулировали биос, и писали в порты, то, что я б не позволил печатать на месте цензуры. Но это время прошло, это было давно, теперь у каждого нудной работы полно, и заказчик-дурак тыщет мышкой в картиночке гордо. И мы пиратство уже почти считаем грехом, обросли айцтестами, как дерево мхом, у нас так много защит, что порой забываем пасворды. А ведь когда-то не боялись мы программы любой, и с одним лишь дебагом выходили на бой, и искусно написанный вирус встречали как брата. А теперь мы чуть что нажимаем ресет, да куда не пойдешь, везде наткнешься на ред, и еще хорошо, если в стеке есть адрес возврата. Теперь нам лень изощряться, оптимизировать код, интерфейс с дураками, мы пишем из году в год, свыклись с мощной машиной, отвыкли от всякого риска. Забыли коды команд и старых трюков запас, и только ненависть к Windows порою у нас зажигает огонь в глазах, как индикатор хард диска. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!